Мартин Ландерс Вот так вот пророчески случилось, что мы действительно встречаемся на волне Радио Карл, правда, в записи. И рядом со мной находится не кто-нибудь, а Мартин Ландерс, он же Сергей Тутов. Сереж, привет. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте всем. Мы посчитали, сколько же мы не виделись в жанре интервью. И выяснилось, что мы не виделись, ну, где-то с 2016 года, когда мы с тобой записывали интервью для радиостанции федеральной «Маяк». Маяк, было такое. И мы как раз там и говорили с тобой о «Меморис», то есть о прошлом, о том, что был, откуда есть пошел Мартин Ландерс, он же Сергей Тутов, он же повелитель мандаринов, человек, который придумал мандариновую волну и прочее, прочее, прочее. Да, повелитель вселенной тоже, кстати. Ссылочку вам на это интервью дать не можем, потому что, ну, у нас оно не сохранилось, мы честные люди, мы сдали все в продакшн, но я уверен, что на волне «Маяка». Ну, на Ютьюбе есть, я выложил. Ты выложил, да? Да. Ну, ты молодец какой. Причем я даже видео снимал, но не решился его потом как-то отмонтировать, потому что это было на какую-то левую камеру снято. В общем и целом, ссылочку мы вам дать не можем, но у нас есть для вас, друзья, сюрприз. Вот здесь вот в левом углу экрана вы можете видеть QR-код. Этот QR-код ведет на специальный денежный ресурс Мартина Ландерса, который с удовольствием примет ваши пожертвования в честь будущих программ, в том числе и из разряда «Back to the Universe». Верно я говорю? Абсолютно. Ну, а сегодня по задумке... Ну, я бы сказал, не только в счет будущих, а уже скоро практически год. Ну, второй сезон у меня подходит к концу на ресурсе SoundStream. Ну, если вы зайдете на Ютьюб или ВКонтакте на мою страницу, там везде, абсолютно везде, есть ссылка на ресурс SoundStream, где выходят новые, совершенно новые, абсолютно новые программы «Back to the Universe». И сейчас мы облизимся уже к концу второго сезона. Слушайте, ну, я тогда вот что скажу. Во-первых, давай выключать нафиг радиоведущего, мне просто надоело. Выключай, выключай. На самом деле собрались бухнуть, мы не виделись с 2000, бог его памяти, 18-го года. 18-го, да. И поэтому хочется поговорить, раз уж мы приехали сюда и студия работает, то почему бы не записать. В описании к этому видео, друзья, которое будет выложено у нас на ресурсах наших, вы найдете все ссылки на Мартина Ландерса. Вот, решили поговорить с легкой руки Мартина о том, что вообще сейчас происходит и в жизни Мартина, и в общественно-политической жизни, бог его знает, что происходит, мы не специалисты. Нет, мы не касаемся. И то, что происходит сейчас в музыке вообще, в электронной музыке в частности, правильно. Да. Потому что, глядя на новогодние огоньки и глядя на всевозможные каналы и путешествия, путешествуя по Москве в такси, а таксисты иногда включают русское радио, мне родное и знакомое, да, я понимаю, что ничего не изменилось. Кроме того, что голоса ставят такие вот, и люди поют, и вообще непонятно зачем. И непонятно о чем. Я от мясна, мясна, мясна. Вот объясни мне, что происходит. Люди упрощаются, музыка упрощается, что? Ну, вопрос очень тяжелый ты задаешь, очень тяжелый вопрос. Я думаю, что дело не в упрощении, хотя, наверное, упрощение идет, да, упрощение идет, но, очевидно, какая-то молодежно-модная тенденция какая-то идет такая вот, понимаешь? То есть, вот когда девочки с зелеными волосами, когда мальчики, ну, не на каблуках, конечно, я не про эту категорию людей говорю, но когда мальчики модные, которые одеты вот в оверсайз, которые вот так вот делают, как делали рэперы в 90-х годах. Только щепкообразные, потому что рэперы в 90-х годах были накаченные, нормальные такие даже. Вот, я думаю, идет какое-то некое такое замещение, культурное замещение идет того, что было, именно вот каким-то таким новым. Вот то, что ты спел, это ты прям в точку спел, вот совершенно точно. То есть, у меня тоже люди некоторые, не обязательно моего возраста, они говорят, вот вроде бы по-русски, а я вообще не понимаю, о чем поют. Ну, вот, ну, слов, слов понять нельзя. Почему так? Зачем так? Ну, гори огонь, как Прометея, и для людей ты не жалея огня души своей, мы тоже не всегда понимали дословно то, что пел Магомаев, иногда казалось там какие-то странные ассоциации, да? Ну, в общем, нет, именно непонятны слова, я сейчас не говорю даже о чем эта песня, а вот именно не разобрать слов, потому что... Слушай, ну, люди после, не знаю, оперы Вагнера, например, вот, мне кажется, мы такие с тобой умудренные возрастом старички, только что сняли свои смокинги, и вдруг услышали по радио, Кинь Бабилом. Чё, чё, чё? Кинь Бабилона. Кинь Бабилона. Кинь Бабилона. Кинь Бабилом. Да, совершенно верно. Ну вот. Так именно так. А может быть, это нормальное... Водку найду, помнишь, смоки, водку найду. Водку найду, да. А может быть, это естественная смена поколений, мы не понимаем, молодёжь, а молодёжь двинет горы так, что даже Клаусу Шульцу потом, господи, в пресной памяти, не представится в даже самых лучших мечтах. Ты знаешь, вот я бы сказал следующую вещь, я всё-таки где-то, наверное, полгода, год назад ощутил себя неким таким, ну, именно вот стариком каким-то, да, вот в своих, там, то, что я рассказываю в своих программах, да, в своих суждениях и прочее, почувствовал, что, наверное, кто-то может обо мне сказать именно вот так, что, да, этот человек, он закостенил уже. Он вот это уже, как жил в 80-х, в 70-х, он вон там и продолжает жить. Два замороженных такие же. Да, да, такие, такие. Рассуждает и не понимает вообще ничего. Такие хлопцы вот вообще ничего не знают, не знают ничего. Ой, Маврикина, не говори. Ой, не говори, Кумауса, мой муж пьяница. Да, да, да. Вот. И с какой-то точки зрения, с какой-то точки зрения, потому что я действительно, невзирая на то, что сегодня 24-й год уже, я продолжаю копаться вот там, конец 60-х, начало 70-х, прогрессивный арт-рок, фанк-музыка, джаз какой-то. Я продолжаю там копаться, мне там безумно интересно. И благодаря тому, что есть интернет, поток информации, он продолжает, он не прекращается. Он продолжает на меня падать со всех сторон, я продолжаю туда нырять. Сколько коллективов того же рока, которые записали группы, один-два альбома, на этом все закончилось. Какие там есть жемчужины, ребята, вы не представляете даже. Я не говорю, что Дипепл это плохо. Нет, Дипепл это очень хорошо. Но помимо них, там еще целая вселенная этой музыки. Но Дипепл это тупо. Не будем, не будем, не будем, нет, это не тупо. Не по музыке, по смыслу, по словам. Ну, как бы, понимаешь, я до сих пор нахожусь в той стадии, к своему стыду, вот я сейчас честно скажу, да, меня никогда не привлекало вникнуть, я всегда вокал, вокал в любой коллективе, в любом коллективе, хоть Аба, хоть Дипепл, хоть Квин, я всегда вокал воспринимал как дополнительный инструмент. И я никогда... Дай пять. Вот, блин, дай пять. Да, я никогда не хотел, я честно говорю, я даже не хотел... Какие-то были знаковые для меня композиции, какие-то были знаковые песни, которые я хотел понять, о чем же там поют. Но если вот там, если взять Абу, я помню прекрасно, да, что я ищу богатого жениха, я выйду за него замуж. Да, 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 да. Вот такая история. Мани, мани, мани. Мани, мани. Да, то есть сразу весь кайф этой песни, он сразу пропал, понимаешь? То есть, ребят, ну вы поете какую-то, извините, ерунду какую-то там, понимаешь, наивную вообще, банальную. Ты знаешь, к 54 годам я стал более-менее понимать английский. И переслушал мою любимую стену Пинков. Ага. Ну, господи, ну человек застрял в пубертате. Ну, блин, ну... А когда я пересмотрел фильм, вот буквально сегодня я говорил с Мишей Шахназаровым на абзаце, я понял, что это, ну как бы это подростковая недолюбленность, перепроецированная на окружающий мир. Ну, какая-то такая простота. Ну, если, слушай, если говорить о Уотерсе, то мы сейчас можем затянуть нашу встречу часа на два. А если еще пластинки принесу? Да, ну... Потому что у меня от ложки полные секретов от Андрея Тропилла до 83-го года как минимум, но есть еще и... Ну, я считаю, что в 83-м году, мы с тобой говорили об этом, Пинк Флойд закончился. Как бы кто что ни говорил. Ну, 83-й год это был уже не Пинк Флойд, это был чистый Уотерс. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря, ты прав. Да, да. Ну, ладно. Так, о чем остановились? А на чем остановились? А, вот, переводы... На возрасте. Нет, нет, не надо возраст. Возраст не надо, забудь. Переводы, переводы песен. И я вот поставил себе задачу перевести Stargazer. Это Rainbow, 76-й год, альбом Rising. Вот, это вот этот кулак, который из воды, который я сам рисовал тоже. Ой, целая история. Я не смог перевести, я не смог понять эту песню. То есть, ее как бы дословно как бы вроде бы и перевели, да, но вот понять смысл, потому что там как-то, то ли это какие-то кельтские, шотландские какие-то там вот эти вот какие-то междометия, какие-то сленги, я не знаю. Ну, возможно, да. До конца это понять невозможно было, но я всю жизнь, для меня это был один из самых потрясающих рок-произведений, одно из самых потрясающих, потому что Stargazer я... И сегодня, если я его включу, у меня, в общем-то, как говорят, мурашки, они присутствуют. А вот, кстати, о включу и мурашках. Часто ли ты позволяешь себе, будучи профессионалом в области электронной арт-рок-музыки, просто слушать для себя? В последнее время, ну, там идет совместный процесс наслаждения и изучения. Заново? Не заново, а неизвестных совершенно коллективов, я же вот сказал тебе. Подожди, то есть для тебя что-то осталось в 70-х, 80-х, то, что ты еще не знал до сих пор? Абсолютно. А как так может быть? Я же тебе говорю, там очень много коллективов, которые были за гранью известности, которые выпустили там один альбом, вообще просто записали один альбом в 67-м году и исчезли в 68-м. И вот они для меня сегодня представляют, ну, это целая такая страна, в которой я вот там копаюсь, копашусь. А где ты их берешь? В интернете, везде, где только возможно. А на носителях их можно найти? Да, некоторые, да, некоторые можно найти. Сейчас такое время, когда очень сложно. Это, нет, это имеется в виду, вот именно винил можно купить, да. Это очень дорого, сейчас это очень сложно, потому что это только в Америке и в Европе. Вот так? Да. Ты пользуешься этим ресурсом, не будем делать ему рекламу, хотя почему не делать? Дискокс, он же все равно в любом случае сейчас у нас здесь не работает полноценно. Да, он не работает сейчас. Ну, из-за PayPal только, из-за него, зараза. Да, PayPal. Готовы присылать нам бесплатно совершенно все вот эти вот релизы, даже в Россию. Немцы готовы пересылать бесплатно, платить сами за почту, только купите. Ну, очень много ресурсов, где ты что-то находишь интересное. Пимкаешь туда, там написано. Not for Russia. Not for Russia. Кстати говоря, вот ютюбовская история, ты ведь собираешься и продолжаешь делать интересные вещи музыкальные в ютюбе. Я так понимаю, что сейчас валом уходят продакшн-компании, правообладатели у нас из России, и они за собой забирают некоторые вещи. Я получаю ежедневно забавные письма от Google, что вот этот трек, например, вы не можете монетизировать, а этот трек запрещен для прослушивания. Я так сижу в своих эфирах и думаю, кто вы такие, чтобы запретить мне здесь, в России, слушать Pink Floyd? Ну, кто вы такие? Ну, я тебе скажу больше. Если мы затрагиваем сейчас право и авторское право в целом, я бы хотел поднять немножко другой вопрос сейчас даже. Понимаешь, в связи с тем, что нейросети, которые у нас сегодня присутствуют повсеместно, уже практически во всех областях, искусственный интеллект, который нас... Ребята, я уже говорил несколько... Я несколько лет подряд говорю, ребят, кино «Терминатор» — это не фантастика. Это не фантастический фильм совершенно, понимаете? Ну, нет. Ну, это не фантастика. «Терминатор» — это фантастика. «Терминатор» — нет. Нет, фантастика. Вот «Матрица» — это реальное кино о будущем. «Матрица», да. Но «Терминатор» — он тоже придет. Да ладно. Лет через 200, через 100, не знаю. Он будет, он будет. Ты оптимист, через 200, через 100, через 20, через 30. Нет, ну, не настолько. Альбебек. Не настолько. Альбебек. Потому что, ребятки, давайте вот если мы возьмем то, что у нас сегодня происходит с нейросетью, да. Буквально вчера посмотрел про историю инструментов, синтезаторов. Вот. И человек очень популярный. Вот, дай бог ему здоровья. Я даже не знаю, как его зовут. Мне просто прислали по почте. Посмотрите, может быть интересно. Действительно интересно. Я не отрываясь, посмотрел там буквально больше часа или час об электронных инструментах. Там, в частности, «Файрлайт», рассказывали, что где, «Мелотрон», что это такое. То есть, очень профессионально, очень ненавязчиво. И для любого человека это будет понятно и интересно. До «Муга» дошли? Нет, без «Муга», без «Муга». До «Муга» не дошли. А «Хамонт»? Нет, ничего не трогали. Я тебе расскажу. «Файрлайт» и «Мелотрон». Вот эти инструменты трогали только лишь. Но это было очень вкусно. Сделано профессионально, очень доступно. Без всяких технологических терминов и уводов в какие-то далекие края. И там вот как раз человек затронул по поводу интеллекта. По поводу инскурсивного интеллекта. И у меня в голове сразу вот это всплыло. Я немножко бегаю по темам. Я тебе буквально недавно сказал, что я вот это вот смотрю, что я такой закостенелый. Да, нифига я не закостенелый. Понимаешь? Я прекрасно понимаю сейчас, что вот эта волна, это реально волна. Такая глыба такая. Развитие вот этих вот всех ресурсов. Всех вот этих инструментов, компьютерных программ. Все вот это. Это такое цунами идет. Ну подожди, вот хочу с тобой об этом поспорить. Сейчас, сейчас я закончу. Идет вот такая волна, понимаешь, такая глобальная. И она ломает все. Особенно для тех, кому сегодня 20 лет. Это не просто манна небесная там с неба падает, да. А они в этом мире уже живут. Они не знают ни про какой мелотрон. Они не знают ни про какого Клауса Шульца. Они не знают, что когда-то там купить какой-то синтезатор. Это было не просто неподъемно. Это было по силу только детям миллионеров. Быстренько вопрос. Я все время путаю. Жанну Мишелю или этому, как его, Муруани купил отец. Муруани. Муруани. Ага. Значит, Спейс это дитя миллиардера, который купил своему ребеночку. На Лондоне на выставке, да. За 55 тысяч долларов. Фунтов, наверное, стерлингов. Ну, а может быть. Или фунтов, или долларов. Не суть. Мне важно для своих зрителей запомнить. Подожди. Просто тогда машина, автомобиль самый дешевый, Жук стоил 800 долларов. Чтобы вы понимали. Мне надо. Я всегда рассказываю эту историю, когда ставлю то ли Спейс, то ли Жан-Мишель Жара. Все время путаюсь. Не-не-не. Жара это другое. Жар сам. Слушай, недавно я выложил, прости, что рекламирую себя, недавно выложил у себя. Я когда-то купил DVD Жан-Мишель Жара, какой-то концерт. А в конце была интересная история. Он делал экскурсию по студии Кислород. Поскольку это был фирменный DVD-юк, там не было перевода. Я озадачился. Там на ломаном английском говорит Жан-Мишель. И я руками набрал перевод, как он называется, подстрочник, да? Субтитры. Ребята, это настолько интересно. Вот заговорил Сережа об синтезаторах. А вот о Муге, о мини-Муге, о всех вот этих первых секвенсорах. О первых... Вот он рассказывал, я забыл, как называется. Прям полноценная клавиатура, но под каждой кнопкой магнитофонная лента, которая запускает голос на определенной скорости, которую ты туда запишешь. Первый сэмплер. 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 В общем, где-то у меня это валяется, то ли в Ютьюбе, то ли в ВКонтакте. Ну, если говорить о Жан-Мишельжаре, то при всей нелюбви к нему, ну, прежде всего, как к человеку, не суть. Он тебя обидел? Он не меня обидел, он неуважительно относился в начале 90-х годов к членам своего фэн-клуба международного. Вот так вот. Да, он их просто презирал, он их вот, ну, вообще... Ну, гений. Ну, гений. Как любой французский гений, немножко высокомерен. Вот. Я бы рекомендовал посмотреть, найти в сети, и это есть на Ютьюбе, по-моему, типа Homepage или вот что-то такое, концерт Oxygen для вашего дома, как-то по-английски это вот, я не помню, как это по-английски, где ему помогают. Ведь Жан-Мишельжар — это не один человек, если вы не знали. Не мультиинструменталист, на секунду, да. Да, нет, начинал он как мультиинструменталист, а потом уже Гиз, не помню, как его зовут, самый главный человек — это Гиз в его команде. И вот там, даже в 3D, по-моему, даже это есть, даже в 3D это есть, вот. Он там со своим свойственным ему снобизмом все это, он там с расческой выступает, как крутой рокер с электрогитарой, то есть там делает вот такие пассажи, как будто там какой-то рок звучит такой сумасшедший. Но это интересно, как мне сказал один приятель-музыкант, это любопытно посмотреть, как это было сделано. То есть там играет реальный Oxygen, альбом, и там 5 или 6 человек в сумме, полная студия инструментов, которые были использованы действительно при записи этого альбома. И все бегают от одного к другому, как светлый путь. Все стоят за своими, вот в том-то и дело, что их там 5-6 человек вместе с Жаром. И вот они все это делают живьем. Ну, это действительно любопытно посмотреть. Мы не стали сегодня ставить вам с винилопластинку Жан-Мишель Жара, потому что уверены, что за нее мы получим от Ютьюба, значит, по самое не балуйся. Так вот, продолжая тему искусственного интеллекта, мы все-таки отвлеклись немножко. Я могу. Да, ты можешь, уже увел. И получается, получается как, что я с удивлением, причем, как я говорю там своим друзьям, которые вокруг меня там рядом, говорю, ребята, это только начало. Вот эти махинации с телеграмом, которые начинаются, да, что люди выхватывают твой голос, если у тебя есть какое-то сообщение в телеграме, твой голос... Голосовое. Голосовое. Мошенники выхватывают, и потом любой текст, потом тебе звонят твоей маме и говорят, мама, я попал в катастрофу, срочно нужны деньги, там вот это все. Это только начало. Это сейчас только вершки. Я не помню, при каком институте искусственному интеллекту задали какую-то задачу. Он поднял какой-то древний язык сам по себе, без всяких задач. Заметьте, без всяких задач. Он сам по себе поднял какой-то древний язык, и он его изучил. Зачем? Почему? Куда? Как? Тварь, что-то замышляет, мне кажется. Нет, вот ты понимаешь, да? Я понимаю, там отключили две системы, два года назад была история. Второе. Песню «Битлз», которая вышла в 2023 году. Ты в курсе? Да, да, конечно. Ребят, это как? То есть, по большому счету, никакой новый Майкл Джексон и старый скоро будет не нужен, по большому счету. То есть, искусственный интеллект будет записывать голос Майкла Джексона, и любые песни будут выходить. Обязательно. Рэперов, которые какие-то песни уже выходят, там уже с авторскими правами проблемы уже пошли. Я не хотел о политике, но песня «Imagine», которая и без того гадкая песня с точки зрения скреп, «Imagine», гадкая песня. Представь, что нет стран, представь, что нет религии, представь, что не за что умирать. Так вот, они туда добавили слова голосом этого... Ленона. Да, вот, Ленина нашего. «Imagine that's no Russia». То есть, понимаешь, до того уже допрыгались. Люди верят. Вот, и вы понимаете, если сейчас в кругу актеров озвучивания тоже идет бум, потому что любого актера у нас, я сейчас не про Америку, а у нас это происходит, который озвучивал раньше там роли какие-то, дубляжом занимался, да, песни какие-то пел под гитару. Сейчас это все, ребята, пираты уже делаются. Оцифровывают, да. Оцифровывают. И скоро все эти актеры останутся просто без работы, потому что достаточно нажать одну кнопку. Я тебе... Подожди, не нажимай. Я тебе хочу сказать, что, ну, у меня есть маленькая надежда, и она заключается в том, что все-таки люди будут собираться вот в эти теплые пещеры с настоящим костром и слушать настоящих министрелий. Я имею в виду, что будут приходить к нам с тобой, к тебе на твои чудесные вечера, которые ты вот-вот начнешь делать в прямом эфире, ко мне на мои виниловые вечера, чтобы побыть наедине не с машиной, не с компьютером, а с человеком. Я знаю, что действительно многие издательства начинают перепоручать озвучание книг искусственному интеллекту. Там буквально подготовка книги занимает полчаса. Полчаса, и книга готова. Это великолепно, это замечательно. Но пока что это бездушно. Я знаю, что есть определенная когорта людей, которые готовы слушать монотонный текст. Она вышла из комнаты, он подошел к ней плотную, она сказала, отойди, он сказал, нет, не отойду. У них отлично работает воображение. Штирлиц выстрелил в упор. В упор упал. Упор с грохотом упал. Штирлиц выстрелил слепую, слепая с визгом убежала. Но это отдельная тема нашей беседы. Я очень надеюсь, будучи чтецом книг с 2016 года, ты тоже примерно с этого же время читаешь сказки, правильно? Ну, чуть позже. Чуть позже, да? Все-таки дыхание человека, его интонация, которую, ну, пока еще нет таких компьютеров, которые могут случайной интонации добавлять к месту. Я думаю, что мы еще продержимся какое-то время. Ну, хотелось бы в это верить, да. Я не против. Я тоже не против. Я готов. Один умный человек, Герман Клименко, мне сказал, что... Я думал, Герман Гессе. Нет, с Германом Гессе я не общался, слава богу, а вот с Германом Клименко общался. Он специалист по вот этим электронным вещам, был в свое время советником президента Российской Федерации по цифровому развитию. Так вот, он сказал, все, что вы можете сделать сейчас, это заявить авторские права на свой голос. Но у нас, к сожалению, в законодательстве такого нет. Мы не сможем заявить авторские права на свой голос. Я, знаешь, с тобой хотел поговорить о музыке, хотя, наверное, это тоже избитая тема. Технологии человечества, они развиваются согласно развитию военных технологий. Мы это прекрасно знаем. А следом за ними идет музыка. Электричество, электроакустика, электрическая гитара. Первые, не знаю, транзисторы, первые синтезаторы. Мне кажется, мы сейчас уперлись. Вот сейчас отодвинем искусственный интеллект. Уйди, Вася, уйди. Хорошо. Отодвинем его и остановимся на компьютерах той мощности, которая есть сейчас. На акустических системах той мощности и на динамиках той гибкости, которая есть сейчас. Сейчас инфразвук легко. То есть люди переиздают на виниле пластинки, делая трек трехминутный размером с вот такую дорогу, только для того, чтобы динамический диапазон позволил им прописать бас. Там бас такой, что разваливаются все колонки. Мне кажется, мы уперлись в технологии. Что может быть еще? Компьютер может создавать любые звуки. Любые звуки. Звукозаписывающая аппаратура может записывать любой тембр. От инфра до ультразвука. Правильно? То есть, наоборот, от инфра до ультразвука. Ну, может быть, это все? Может быть, развитие музыки пришло в точку, а искусственный интеллект, вернись, Вася, будет только компилировать уже созданного? Вот скажи мне. Я думаю, здесь ты немножко не с той стороны на это смотришь. Поясни. Ну, сейчас попробую. Мне кажется, что вот эта бич нашего времени, причем уже несколько лет далеко, ни сегодня, ни вчера, я тоже об этом не раз говорил, это вседозволенность, вседозволенность, вседоступность, вседоступность и... Ой, а что ж третье, забыл. Отсутствие стыда. Нет, там вот... Когда стыдно делать дерьмо, например. Но ты понимаешь, что ты написал дерьмо. Понимаешь, я опять же волей-неволей хочу обратить ваш взгляд немножко туда назад лет так на сорок. Понимаешь? Вот я этого не хотел, но вот... Ну, почему? Мне пятнадцать лет. В нашей беседе мы вот немножко все-таки туда вернулись. Мне пятнадцать лет. Когда инструменты стоили безумных денег, когда электронная музыка и вообще... Любая музыка, это было очень дорого, понимаешь? Электрогитары это стоило очень дорого. Урал. Любые... Не Урал. Уралом убить можно было. Я про Джипсон сейчас говорю. Господи, а где ты брал Джипсон-то в советское время? Это интересный. Было время, было время. Вот. Понимаешь, вот тогда все это было дорого, недоступно. И человек, который немножко что-то понимал в нотах и умел нажимать черно-белые клавиши на каком-нибудь рояле, не на Стейнвей совсем, в лучшем случае Красная Заря. Вот. Ну, ладно. Петров тоже имели распространение в Советской России. Петров совершенно замечательное. Отлично. Они... Вот человек, может быть, и мечтал, и были у него какие-то идеи, понимаешь? Жил он в каком-нибудь маленьком городишке, а в идеях у него был спейс, тот же спейс был в голове. Но он это реализовать не мог никак при помощи какой-то йоники и гитар Урал. Понимаешь? Сегодня, сегодня не нужно тратить никаких денег. Ты покупаешь персональный компьютер. Да, да, да. Все. Да. Все. Ты второй клаушует сразу. Прямо вот, прям завтра. Реально, кстати. Да. Не, не, не. Я это не со Стёбом говорю. Я не насмехаюсь над этим. Я говорю правду. То есть, сам вот этот процесс таинства, волшебства, вот этого музыкального гения, вот этого погружения туда, он сегодня изменился. Я не говорю, что все, господи, все плохие. Да упаси Бог. Я с тобой совсем не согласен. Ни в коей мере. Постой, постой, постой. Ты дослушай. Да, конечно. Вот. Просто у человека сегодня музыка, у любого человека, как там говорили, мужчина, женщина, не важно. Не важно, да. Не важно, да. Вот. У любого человека сегодня музыка, она перестала быть чем-то вот тем, чем она была 40 лет назад, 30 лет назад, понимаешь? Она стала неким таким прикладным моментом жизни. То есть, ты сел, ну и поиграл, ну и записал какой-то новый трек. Так, понимаешь? Вот сел, поиграл и все. И на этом все закончилось. Причем ты не тратил миллионы рублей на это. Ты не тратил на это ничего. У тебя вот есть пресетные звуки, даже можно там работать. Я не в теме, как там в ЭСТ все плагины работают. Наверное, можно там и чудить немножко со звуком и прочее. Но это не железо никакое, понимаешь? То есть, мир упростился. И музыка сегодня какая стала. Появилась певица А или певец Б, он записал один клип, потратил на него 10 тысяч долларов. Записал один клип, бросил его на МТВ. Все, вот певица А есть в мире у нас сегодня, понимаешь? Мигни, когда я смогу говорить. Пожалуйста. Дело в том, что ты немножечко путаешь некоторые вещи. Недоступность средств производства не делает конечный продукт лучше, чем тот продукт, который... Это первое. Второе. Ну, прости меня, пожалуйста. Вот ты про певицу А, про певца Б, а я про группу Б тоже хочу сказать. Не приди... Эпштайн его звали, по-моему, в клуб Каверн. Да, не было бы Битлз. Ну, так бы играли ребята каверы чужих произведений. Ну, согласись. Ну, да. Тоже хорошо выстрелившая штука. И еще одна выстрелившая рядом штука, это Роллинг Стоунс, которые задумывались и делались как противоположность... Противовес. Да, противовес. Приличным Битлз. Да, да, да. Теперь вот что. Значит, по поводу современных... У меня даже была программа Битлз vs. Роллинг. Да, да. Правильно. Теперь по поводу... Я стал Клаусом Шульцем. Я чуть было не стал Жан-Мишель Жаром, но ты, как всегда, как любой убийца мечты, меня... Ты же меня срезал. Я тебе показал, что я делал на обычной USB-клавиатуре, MIDI-клавиатуре с помощью обычных VST-инструментов, где есть пресеты даже сэмплов... Мы сейчас на понятном русском языке говорим. Конечно. Клаусу Шульцем, Жан-Мишель Жарой и прочих, прочих, прочих. Там всех, кого хочешь. Там есть, но ты же можешь их изменить. С другой стороны, что делали эти великие люди? Вот, по-твоему, великие. У них была клавиатура из 72-х клавиш. У них было три генератора. Три вида волны. Пила, значит, П-образка и синусоида. А дальше... То есть все было заложено. Можно было дать атаку, можно было дать спать, можно было дать сустейн. А дальше вот их гений этими инструментами делал звуки, которые до сих пор нам кажутся чудесными. Понимаешь? Сейчас людям дали больше возможностей. То же самое делай. То же самое. Можно не брать чужие сэмплы. Можно придумать свои. Можно... Вот мы сейчас слушаем какую-то странную музыку, скачанную из Ютьюба специально, это из открытой библиотеки, для того, чтобы мы могли с тобой говорить. И нас не забанили за эту музыку. Я понимаю, да. Ну вот люди старались, что-то делали, вроде неплохо звучит, хотя не гениально. И последнее. Ты наступил не то чтобы на больную мозоль. Я очень часто думаю о том, как было бы здорово, если бы брат дожил до вот моего сегодняшнего состояния. Потому что ему я и гитару басовую достану, и обычную достану гитару. Сверху сниму миди-клавиши, подключу ему секвенсор. Он знаешь, что делал? У него была гитара, резиновый мяч, два магнитофона маяк и регулятор напряжения светон. Так получалось, что у маяка, по-моему, был электрический двигатель переменного тока. И регулятором светон можно было регулировать скорость звука. Он что делал? Он брал аккордеон и делал какие-то... Вы знаешь, если мы сегодня напьемся, я достану эту кассетку, заставлю тебя послушать, что делал брат в 85-м году с двумя магнитофонами, без всякой ионики, с гитарами и прочим. Ну, это ужасно, конечно, с точки зрения качества звучания. Но ничто не останавливало людей, влюбленных в музыку, отсутствие дорогих инструментов. Так же, как ничто не делает человека примитивным, когда у него огромная возможность сейчас существует. Я говорю лишь о том, а дальше-то куда? Какие звуки можно еще придумать? Скажи мне. Даже дело не в том, что... Ты чуть-чуть не так понял, чуть-чуть не так. Дело не в том, что звуки пила, синусоида и прочее. Нет, дело не в этом. Дело в том, что музыку раньше создавали определенные люди. Каста. Нет, не каста. Просто определенные люди, у которых сложилась судьба, у которых получился доступ к этим инструментам, получился доступ к профессиональной сцене, понимаешь? Очень много людей в тех же 70-х, в тех же 80-х, они остались за бортом, потому что у них не было ни инструментов, ни возможности их купить, и не было возможности выйти на профессиональный уровень, на профессиональную сцену. Возможно, они где-то на каком-то детском Кассио, на каком-то, что-то там после... На Ионике. На Ионике. Где-то после работы там что-то писали для себя в стол. Возможно. Мне очень жаль этих людей. И я больше чем уверен, что эти люди существовали тогда. Ну, слушай, латвийский зодиак, ну, правда, там, ребята, инструменты собирали по всему миру. Не-не-не-не-не-не-не. Играли вручную. Вот зодиак, зодиак, не трогай. Зодиак, ты не прав. А что, великолепные ребята. Ты не прав. Ты не прав. По мировым меркам бедно оснащенная студия. Я сейчас не могу вспомнить. Ну, поливоксы какие-нибудь. Я не буду врать. Я не буду врать. Я не могу сейчас вспомнить, кем продюсировался зодиак и кто там стоял наверху. Там какой-то чуть ли не министр... Ну, райком комсомолок. Министр культуры. Министр культуры стоял там. Ты что? Нет, зодиак это нет. Это не дворовой коллектив из дворца культуры. Ты что? Нет, они студенты все были, конечно. Нет, нет, зодиак не трогай. Не трогай, все. Вот, я просто к тому, что сегодня, сейчас любой человек, у которого есть обыкновенный бытовой компьютер, он может сочинять музыку. Качество, достоинство и ценность этой музыки, это вопрос 58-й. Но то, что он может, то есть, все это упростилось, понимаешь, что человек, человеку включи там Tangerine Dream 68-го года, он скажет, ну и что? Ну и что, я могу круче, я сейчас круче вам сделаю, понимаешь? То есть, все изменилось. И вот эта волна цунами, про которую я сказал, она именно технологическая волна, она идет, она идет как танк, понимаешь? Она прет, она все сметает на своем пути, меняя все, меняя мировоззрение, меняя наше восприятие музыки, потому что 98% музыки, которая сегодня называется лаунж, понимаешь, о чем я говорю? Ну, думаю, все понимают. Это набор сэмплов, не более, не менее. Причем 2000-го года примерно. Да, это просто набор сэмплов, соединенных вместе. Это не музыка, как музыка. Это настроение. Слушай, прости, у меня, видимо, опять генспорщика проснулся. Давай. А тебе не кажется, что мы говорим о некой касте слушателей, которые музыку воспринимают как отдельно взятый продукт? А большинство нормальных людей относятся к музыке нормально, как и должны относиться, утилитарно. Музыка это что? Когда грустно, плачешь под нее. Когда весело, пляшешь под нее. Когда скучно, слушаешь ее, и тебе веселее. Мы же с тобой пытаемся найти в ней какие-то смыслы, какие-то картины, какие-то квадратики, какие-то кружочки, какие-то другие вселенные. Это твоя история. А большинство народу... Песня про меня или не про меня? Вот ходила, гуляла, значит, по полю, там, березка росла. Это про меня или не про меня? Если не про меня, мне она неинтересна. Если у меня была такая история, что я пойду-пойду погуляю, и раз, и березу так свалил. Во! Понимаешь? Нет, слушай. Музыка на самом деле это продукт, который потребляют. Конечно. Который потребляют. Массовый продукт, который потребляют. Мы к нему относимся почему-то как к искусству. Мы почему-то пытаемся часть популярной музыки, ушедшую в электронику, воспринимать как искусство. Скажи, что Клаус Шульца — это великий человек в глаза Моцарту. Вот подойди к нему, или Чайковскому. Знаете, вот Клаус Шульца — великий музыкант. Куда пошлет тебя Петр Ильич? Как далеко тебе придется идти? За ответом. Ну, здесь ты чуть-чуть перегнул, по-моему. Конечно, я люблю это делать. Ты чуть-чуть перегнул. Пока не ломается, гну. Я тебе скажу так. Я, конечно, всю жизнь, всю свою сознательную жизнь, я нахожусь, конечно, в некотором антимире. Наверное, все-таки я это признаю, что я не совсем нормальный человек, как потребитель музыкальной продукции, любой музыкальной продукции, потому что я не готов воспринимать... Я не воспринимаю... Не то, что не готов, и не то, что не воспринимаю. Я так устроен, понимаешь? Я в музыке всегда что-то куда-то ищу. Вот начиная там с глубочайшего детства, мы с ребятами собирались слушать музыку. Мы даже Назарет слушали, понимаешь? Сидя в темноте, в моей спальне, на хорошей акустике, на хороших аппаратах, мы слушали музыку. То есть мы собирались слушать музыку. С сухим вином или без, это уже неважно, это детали. Но мы собирались слушать музыку. Мы ее слушали. Для меня музыка никогда не будет... Я сажусь в такси, я всегда говорю, пожалуйста, без музыки, без радио, без MP3 вот этого вашего плеера, пожалуйста, без музыки, без любой, потому что я волей-неволей начинаю вслушиваться. Неважно, там «Белые розы» поют или Клаус Шульц там будет играть. Хорошие душевные песни. Зачем ты? Я не про это сейчас. Я не об этом. Сейчас не об этом. Вот. Я абсолютно... Я не знаю, это уже профессионально или это врожденно, я не знаю, как это назвать, да. У меня мозг начинает вслушиваться. Даже если будет очень тихо играть, я начинаю туда вслушиваться. Я этого не хочу. Мой мозг не отдыхает, понимаешь? И поэтому я всю жизнь вот по псу, по псу, я ее практически не могу воспринимать. Не потому что я ее там ненавижу, не люблю. Я ее просто не понимаю. Я не хочу это понимать. Я ее не хочу воспринимать. Профессор, не понимаете элементарных вещей? Ну, в общем, да. В общем, да. Вот ты сказал... Поэтому, не, не, я закончу. Поэтому мне очень сложно судить и рассуждать с точки зрения, что музыка это просто нечто такое прикладное. Уже более десяти лет музыка является сегодня фоном. Правильно. Она сегодня, это просто удобный фон. То есть, если тебе грустно, ты ставишь что-то грустное. Если тебе весело, ставишь что-то веселое. С момента изобретения. Если вы выпили водки, вы поете «Мороз, мороз, не морозь меня» вот так. И это нормально. Я это не осуждаю. «Мороз, морозь, морозь». Нет, дело в том, что с момента изобретения... Я думаю, не патефона все-таки, а радио. И с момента изобретения автомобильного радио музыка стала... Ну, вот ты рассказал эту историю, как вы собирались у тебя в спальне на хорошем аппарате слушать. Да. А куда девать тех людей, которые в то же время покупали билеты и шли в консерваторию, в концертные залы и слушали живое исполнение классической, например, музыки? То же самое. Это не то же самое, это даже немножко другое. Это немножко другое. Ты знаешь, что меня сын год назад впервые в моей жизни сводил в консерваторию? Я учащийся музыкальной школы в московской консерватории не был ни разу. Но мы сидели, переглядывались, потому что мы слушали в том числе... Ну, я не помню, кого мы слушали, не буду врать. Мы вдруг... Ну, мы знали эти произведения, мы переглядывались, потому что музыканты не попадали в сильную долю. Ух ты! Пару раз. Ух ты! Тут проблема не в том, что кругом компьютеры и все, кому не лень, пишут музыку. Тут проблема в том, что профессиональные классические музыканты иногда настолько несыгранные, что я хотел сказать плохое слово, диву даешься. Ух ты! Диву дался я. Прям там, понимаешь, вот так вот такие истории бывают. Ну, бывает, значит, бывает, а что? А дальше-то что? Дальше, ну, понятно, что искусственный интеллект будет сочинять музыку, вернее, компилировать. Он ее уже сочиняет. Мы должны понимать с тобой, что за каждым искусственным интеллектом, как ни крути, стоит программист. Ну, не всегда. Почему? Ну, самообучаемые системы, они самообучаются искать по критериям. Критерии задает человек. Ну, понятно, что есть предел все-таки пока что, слава богу. Ну, там же саморазвивающаяся структура. Да блин, понимаешь, но безэмоциональные, поэтому... Нет, об эмоциях там речи не идет. А с другой стороны, какие нам с тобой в 16 лет нужны были эмоции? 120 ударов в минуту, чтобы было и все? Нет, у нас было по-другому. У нас было «Водку найду». Ну, «Водку найду» это было, конечно, смешно, я согласен с тобой. Нет, это не смешно, это очень трогательная песня, почему смешно. «Водку найду», «Водку найду», «Водку найду», «Водку найду», «Водку найду». Слова я не помню, да, слова я не помню. Я слова знал, пел наизусть, пел когда-то. Значит, два старика в одном тазу решили, что слишком уж доступные средства производства музыкальных произведений могут смести то, что было придумано раньше, и, скорее всего, не придумают ничего более прекрасного, чем слышали мы в свои 15, 16, 20 лет. Ну, не совсем так ты перегнул. Есть интересные... Ну, не сломал же! Есть интересные разработки новые, есть очень вкусные вещи, есть очень интересные мысли. Есть новые инструменты? Инструменты? Боюсь, что нет. Звукосоздающие, нет? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, нет. А что будет дальше с культурой прослушивания музыки? Останется... Фон, будет фон. Не будет... Будет фон, тикток, макток, бакток, вот это вот все, вот это все будет. Музыкальные радиостанции в России, по крайней мере, на нашей с тобой памяти, свели длительность песен к 3.30, 3 минуты 30 секунд. Ну, это хорошая Англия, конец 60-х годов. Те же самые принципы. А это пошло еще с шелака, мне кажется. Больше трех минут на сторону не влезало, да? Да, да, да. Но говорят психологи, что больше трех минут человек не может, находясь на музыкальной станции, ждать, пока эта хрень проиграет, начнется его любимая хрень. Кстати, о способах получения музыки. Как ты думаешь, музыкальные радиостанции все? Я скажу так, когда интернет станет еще более доступен. Короче, когда в автомобиле человек перестанет слушать FM, вот совсем его перестанет слушать. Ты сегодня перемещался ко мне домой внутри моего персонального автомобиля. Да. И ты говорила, у-у-у. Так мы слушали радио Карл. Мы слушали радио Карл. А как мы его слушали, как ты думаешь? Мой мобильный телефон. Это не FM-радио. Это не FM-радио. Но я уже сейчас в машине слушаю не FM-радио. Ты меня спросил, я тебе отвечаю. Я понял. Вот когда человек перестанет в машине слушать FM-радио, FM-радио закончится. Потому что я не думаю, что в дому, что дома, сегодня кто-то слушает FM-радиостанцию. Вот мне кажется... Нет, ну... Бывают. Бывают идиоты. Может, бывают, да. Но в целом, я думаю, человек слушает то, что нравится. Он предпочел послушать. Вот это, вот это, вот это. То есть свои записи. Не важно, флешка, компьютер, там, винил, кассетная катушечная дека. Не важно. Плейлист в облаке и так далее. Да, он слушает свое. Я не думаю, что FM-радиостанция сегодня представляет и играет ту роль, которую она играла там 20 лет назад. Ну, да. А это плохо или хорошо? Помнишь, мы с тобой говорили... Это безусловное развитие прогресса, который прогресс идет вперед и подминает под собой все, и в том числе убивая качество звука. Ну, все, это твоя больная тема, поэтому сейчас мы с тобой... Да, это больная тема. Мы с тобой выложим эту программу в YouTube, где потом в финале поставим музыку с винила, но в YouTube через все эти гребенки... Это будет MP3, да. Это будет не то, что MP3, это MP4 будет. Слушай, а может быть, это и хорошо. Мы с тобой когда-то говорили, может быть, даже и ты спорил с Александром Анатольевичем, но не тем, который всем по телевизору нравится, а другим, который был нашим генеральным директором. Мы понимали, что за аудиторию радиостанции в Москве... Вернее, не так. Радиостанции в Москве борются за буквально 5-10 рекламных бюджетов. И мы не могли себе позволить в Москве иметь радиостанцию трех подъездов, которые только продают сникерсы. Сейчас же, ну вот радио Карл не приносит мне дохода, но она вещает круглосуточно, и люди там, ну не знаю, вот сейчас я вижу 23 человека слушают, максимально за сегодня 49. Это, конечно, копейки. Но дело все в том, что сейчас настолько своеобразие огромно вот этих всех возможных радиостанций, что человек может выбрать как потребитель любое, любое из того, что есть в эфире. Не к этому ли стремилось ваше поколение, чтобы все было доступно, чтобы ты что захотел, то и послушал? Ты знаешь, еще когда 97-й, когда я программным директором на Радио Рокс был, 97-й, еще тогда я поднимал вопрос, который, собственно, повис в воздухе, и который, вернее, не вопрос, а ответы на него, они не случились и сегодня. Приведу пример. Если мы начали в 92-м году, в 91-м, да? ФМ появился, в 91-м. Да, с Европы Плюс. Нет, с Радио Рокс. А, да, с УКВ появилось. Ну, УКВ появилось. ФМ. Плюс, а ФМ, да, это Радио Рокс. Радио Рокс. Вот еще даже тогда, когда Вакуловский, царство небесное, Олег Юрьевич, царство небесное, вот, задавался вопросом, что, ребята, если вы, ну, ориентируетесь на ФМ, я понимаю, существуют какие-то традиции, существуют какие-то местечковые понятия, понимания и мышление, мышление, местечковое, да? Но, если вы едете в Соединенных Штатах, ну, в Мексике едете, вы набираете одну радиостанцию, она называется кантри радиостанция, то там звучит только музыка кантри, стопроцентная кантри. Понимаешь? Ну, они могут себе это позволить. Да. У нас такого никогда не было, и, наверное, уже никогда не будет. У нас потому, что очень дорогие радиостанции были. Да, просто если... 5-10 миллионов долларов? Я помню 102 и... И ноль, и три. Нет, 102 и ноль, по-моему. Ну, рок, бывшее открытое радио. 102 и 5 тогда, получается. Да, 102 и 5. Я пришел, мы рок-станция, понимаешь? На рок-станции не звучит ни одной песни Led Zeppelin. Ну, так, просто к слову. Очень тяжело. Ты понимаешь, да? Очень тяжело. Ну, вот очень тяжело. Очень тяжело. Слушай, ну тогда... Престиж радио. Ой. Престиж радио. Одно из самых любимых радио, на котором я работал. Ну, прекрасная мысль, все. Ни одного трека с нервом. Вот, чтобы был нерв, понимаешь, в музыке. Ну, ни одного. Только сопли. Днем и ночью только сопли. Только вот мейдж-аккорды. Только мажор. Ирландские волынки, испанские мудянки, как я помню. То есть, только вот мейджевое, все мейджевое такое, все вот такое легкое. Ни одного трека с нервом нет вообще. Ни одного. С яйцами. Извините. Ну, подожди. А вот Радио Рокс, например. Адалт Контемпорари. Ну, Адалт Контемпорари, да. Дип Пепл, Лед Зепплин. Сразу после этого Узелки Алины Лапиной. Так Радио Рокс было хорошее. Узелки Лапиной. Согласен. Только почему-то... Узелки Лапиной это было в каком уже году? В девяносто, наверное, четвертом, пятом. Ну, наверное, в пятом еще, не в четвертом. Потому что Рокс начинался как? Это ж Борецкий, Оксана Подрига, Хипыч. Ты что, это... Ну, я знаю. Степан Строев. Да, Степа Строев. Мартин Ландерс. Света Казарина ты упомянул. Света Казарина. Катя Нестерова. Катя Нестерова, да. Нет, так это ж... Это был Рок. Это ж человек... Было как? Ты помнишь? Олег Гробовников. Мой учитель, да. Ты помнишь, как это было? Стоят тысяча пластинок. 1200, по-моему. Компакт-дисков было. И человек подходит. Не было никаких плейлистов. Если человек подходит, он... Я помню, как сейчас. Борецкий же. Да, 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 да. Рэки набирал. Он набирает себе рэк и садится на эфир. Все. Два-три рэка набирал и шел. И он не включает никакую, извини, там, аппину. А рейтинги были ниже Плинтуса. По соотношению с теми станциями, у которых были уже к тому времени плейлисты. Плейлисты. Валера Усков. Славный памяти человек, который сделал первую досовскую программу работы с музыкальной базой. Именно эту базу 96-го года я на дискете упер, скопировав. Не то, чтобы... Это Голден, Голден какая-то. Нет, нет, нет. Это не... Там были Голд серии. Нет, нет. Какая-то была программа первая. Первая с плейлистами. Голден. Я не помню, она у меня где-то здесь лежит. Она досовская. Она досовская. Так вот, здесь три с половиной тысячи треков, вот здесь у меня, как раз из той самой базы. Да ты что? Да. Вот. Давай так. А что ждет музыку будущего в будущем? Потому что, ну как ни крути, не тот же Жан-Мишель Жар, который, как выяснится, тот же самый Лабух, которому папа купил синтезатор. Ну, правда, я к его атмосфере отношусь с большим уважением. Музыке в его произведениях практически кот наплакал. Одни секвенции. Ну, извините. Одни секвенции. Там даже законченных мелодий, ну чисто по-французски нет. Ну, нету. Нету. Так вот, вся эта музыка, она всегда музыка будущего. И вот сейчас какое-то будущее уже настало, впереди ждет еще какое-то будущее. Какая она будет музыка, электронная музыка будущего? Вот ты можешь себе представить? Ну, честно говоря, наверное, нет. Наверное, не могу представить, потому что, учитывая все то, что я сегодня могу скачать, учитывая все то, что сегодня мне присылают различные композиторы, авторы, и учитывая то, что на слуху, мне кажется, идет некое такое, сейчас попробую как-то это по-русски назвать правильно, чтобы было, какое-то такое, не то чтобы упрощение, но в какой-то степени упрощение. То есть идет такая тенденция, что а я вот так, понимаешь, а я вот так, вот к этому все сводится. То есть, конечно, есть очень талантливые люди, и это достаточно молодые, ну, для меня достаточно молодые авторы, которым там сегодня 30, а то еще и 30 нет, которые вкладывают в эту музыку душу, которая тебя берет и цепляет вот здесь. Я сейчас не буду ни авторов, никому рекламы делать не буду, но есть такие вещи, которые удивляют, и удивляют именно отечественные, отечественные композиторы удивляют. Ты начинаешь копать, думаешь, господи, кто это мне что прислал, как зовут, а его там Вася зовут, или Петя, или Коля, понимаешь, то есть русские люди. Именно вот когда музыка, неважно как создана, на железе, на компьютере, но когда там присутствует душа, и которая тебя дергает, вот она тебя берет и хватает за душу, за твою задушу, я не говорю, что слезы вызывает, да, но она тебя цепляет. Вот это сильно, вот это мощно, вот это хорошо. А когда вот я играю, и очень много музыки, которая, вот, ну, я играю. Или эмбиент, вот человек там пошел, вот эмбиент, вот пошел, и все. Оно никуда, ни телу, ни душе, вообще никуда, ни чему. Что-то вроде этого, да? Ну, вот типа этого, да. То есть бездуховность. Самое страшное в музыке, это бездуховность, неважно, 80-го года или 2028-го. Это неважно. Вот когда бездуховность, то есть вот я играю, я по нотам играю, я не лажаю, у меня вот все нормально, я вот просто играю. Ну, таких композиторов и музыкантов, это, ну, их пруд пруди, и они, к сожалению, никуда. Ни уму, ни сердцу, вообще никуда. А тенденция, которая будет развиваться, по-моему, вот она за теми людьми, которые действительно представляют какую-то внутри себя духовную структуру, и они эту структуру могут, душевность свою, могут выразить в нотах, могут выразить в звуках и донести до слушателя. Вот это, наверное, будет чем-то. А все остальное, оно будет падать вниз, падать в лету, и никуда, ничему, никому. Ну, может быть, мы сейчас закольцевали нашу беседу, потому что ты сейчас интересуешься теми группами, которые как раз с точки зрения массового употребления и канули в лету. Помнишь, ты говорил, что ты находишь какие-то коллективы 60-х? Да, нет, они не канули в лету, их просто никто... Я, понимаешь, я жил в небольшом городке, я не из Москвы, я жил в небольшом рабочем городке в Донецкой области, и, ну, Дипепл, естественно, нам попадал, понимаешь? Пинк Флойд, естественно, нам попадал, доставался. Но вот эти коллективы, которые я сегодня для себя открываю, причем открываю с большой буквы, они действительно, они неизвестны, я думаю, для большинства, даже для тех, кто меломанов, который жил в Москве, они тоже были неизвестны, потому что, ну, представь, там люди выпустили одну пластинку в 69-м году, и на этом все закончилось. Но это и есть кануть в лету по меркам 69-го года, согласись. Но они очень интересны. Там очень много есть, конечно, найдешевейшего материала, которое, ну, местный дворец культуры в Глазго в каком-нибудь, понимаешь? Дворец пионеров в Глазго? Да, дворец пионеров в Глазго, вот они при нем там сыграли, спели что-то такое. Причем, удивительно, панк-рок у нас, считается, в середине 70-х появился. А я смело могу сказать, ребята, послушайте, вот это, вот это, вот это, вот это, 68-й, 69-й год уже панк-рок существовал во всем. Ну, ладно, а что такое Мартин Ландерс? Я не про Сергея Тутова сейчас, потому что Мартин Ландерс все-таки это вещь в себе, который ты, Сергей, в себе носишь. Что такое Мартин Ландерс образца 2023-2024 года? И какие его прогнозы там, ну, 2035-го, 40-го, 45-го и так далее? Что это за человек, метр электронной музыки по меркам 21-го века, его первой четверти? Ну, я очень надеюсь, что Мартин Ландерс не стоит на месте, что он по-своему, конечно же, по-своему, он идет вперед, он шагает вперед. Но, опять же, сделаю сноску, что именно по-своему. То есть я не в ряду, я не в шеренге, я немножко как-то сам по себе иду. Но я иду вперед, я не живу там 1970-м годом, упаси Бог, нет, нет. Я очень трепетно отношусь к тому, что происходит в классической электронике, вот, очень трепетно. И по мере возможности знакомлю и буду знакомить своих слушателей программы «Back to the Universe» с тем, что происходит сегодня. Интересного на мой личный вкус, вот, я бы так сказал. Вот. Остается эта проблема, мы с тобой поднимали ее в 2016 году, проблема того, что люди не знают, что искать. Да. Сначала не знают, что искать, потом не знают, где искать. Конечно, конечно. Если в начале 90-х, когда появилась программа для людей, это было вообще диковинкой, вообще чем-то неизведанным, это как звуки из планеты Марс воспринималось тогда, да. Чуть позже, да, я был каким-то проводником, который, ну, наверное, направлял или, по крайней мере, помогал, показывал направление, что вот группа А – это неплохо, ребята. Вот Б, С, Д слушать не надо, а вот группа А более-менее. И люди вот как-то, ну, помогал ориентироваться, да, соглашусь. Сейчас, сегодня не знаю, помогаю ли я кому-то в чем-то ориентироваться, я не знаю. Я знаю, что в самое ближайшее время, дай бог, дай бог, я начну прямые эфиры в видеоформате. Сейчас у меня эфиры идут в записи на площадке SoundStream, вот, но в ближайшее время я начну прямые, прямые эфиры в своей программе Back to the Universe, и, вы знаете, мне как-то обратной связи у меня не хватает на сегодняшний день. Обратной связи не хватает. Ну, у тебя же есть страница ВКонтакте, где могут тебе писать? Да, ну, мало кто, мало кто, как-то вот не хватает мне. Я, с одной стороны, хочу показывать шедевры, там, 80-х, тех же 80-х годов, 70-х, да. С другой стороны, показывать что-то достойное, пусть даже сэмплированная музыка, ее именно так и нужно уже сегодня называть, сегодняшнего дня. То есть это какой-то лаунж, какой-то, может быть, даб, даб-эмбиент, такой вот современный, не вот тот классический, а сегодняшнего дня. К моему стыду я вообще не разбежусь в дабе, даб-степ помню. Ты знаешь, я последнюю программу предновогоднюю сделал, что-то меня как-то повело в эту сторону, думаю, дай-ка расскажу, как появился даб вообще. И у меня там такая получилась просветительская такая, чуть ли не академическая лекция в Гнесинке, понимаешь? Можно на правах младшего товарища дать тебе одну спертую идею. Так, почему нет? Не далее, как в прошлом году, моей маленькой, но гордой студии довелось по заказу одного издательства озвучивать книгу Тима Бувери «100 лучших классических произведений всех времен и народов». Так она называется. Там буквально по странице берется произведение и его личные отношения. Он рассказывает про автора, коротенечко, он рассказывает про само произведение, чем оно так примечательно. И дает, дальше у него идет ссылка, в каком исполнении лучше всего это послушать. У тебя ведь нету ни книги, ни какой-то каталогизированной истории, где бы каждый желающий мог бы зайти и узнать. А что, например, из «Tangerine Dream», я произношу это как-то вообще по-сельски, да? «Tangerine». «Tangerine». Из «Клауса Шульца». Я, кстати, написал этому человеку, вот этому человеку, но, видимо, он не прочитал мое письмо. Хотел не узнать, какой альбом у «Tangerine Dream» купить. Вот. Обратиться-то не к кому. Мне есть кому. Слава богу, у меня есть твой телефон. А людям не к кому. Может быть, стоит тебе создать на своем сайте, на своем страничке ВКонтакте, некое вот такое, на общественных началах, я предупреждаю, никто это издавать пока не будет, хотя можем и издать, какую-нибудь такую вот энциклопедию электронной музыки, где люди, желающие разобраться в этом, но не знающие, в какие двери ткнуться, приходили бы к тебе и говорили, ну, Мартин-то все знает, он плохого не посоветует. Вот тебе маленькая такая идейка, трудоемкая, жуткая, но при этом, мне кажется, для тебя интересная, потому что это смысл. Мысль интересная у меня не именно сейчас, где-то вот до Нового года вышли на меня одни люди, и вот как раз мы разговариваем о том, чтобы написать такую автобиографичную, но все-таки энциклопедию электронной музыки, поскольку такой энциклопедии, в общем-то, нет. Нет, нет. Я дополню, Тим Буверри, это политолог, специалист по международным отношениям, просто в 2019 году у него не было работы, а так он любил советовать друзьям, что послушать из классики, и в какой-то момент решил написать книгу. Книга сейчас издается. Вот. Любая интересная идея может довести человека до абсурда, а тот вдруг закончится, не знаю, там, деньгами, например. Я напомню, друзья, что вы в левом нижнем углу видите QR-код, QR-код ведет на страничку, куда вы можете закинуть деньги Мартину Ландерсу, Сергею Тутову, ну, а в финале нашей передачи, наверное, стоит нам поставить что-нибудь, зациклить, укусить нашу с тобой змею беседы за хвост и поставить что-нибудь из старенького. Вот там несколько пластинок было, и Tangerine Dream, и Клаус Шульц, и CERON, он же CERON, но почему-то Мартин выбрал именно вот этот альбом коллектива Tangerine, да? Tangerine. Tangerine. Tangerine Dream. Exit называется альбом, а что послушаем-то? Да послушаем первый заглавный трек «Kiev Mission», который наполнен психоделией на 550%. А почему «Kiev Mission»? А вот это к ним вопрос. Какого года альбом? 82-й или 81-й, точно сейчас не скажу. Кто там главный самый был? Эдгар Фрёза был. Ох ты ж. Эдгар Фрёза, Крис Франкен. А Шульц с ними был так? Шульц был в 67-й, 68-й год, в самом начале, и он был в качестве барабанщиков, и когда он подошел к синтезаторам, Фрёза ему сказал, не смей туда ходить, твое дело барабаны. Твое дело барабаны. Да, твое дело барабаны, да. Мартин, Серёжа, мы с тобой продолжим сейчас общаться, да, друг другу ставить всякую разную музыку и наливать всякие разные напитки. Хорошие, хорошие напитки. Ладно, друзья, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки на каналы Мартина Ландерса. Саш, спасибо за прекрасную беседу. Ух ты ж. Спасибо. Ух ты ж. На здоровье. Вот будем... Спасибо всем, что дослушали до конца. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Африка, Европа, Австралия, Америка Эта семья Эта семья Эта семья Эта семья Эта семья Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует...